Здравствуйте, дорогой зритель! Продолжаем играть в хайфлит на максимальной сложности. И в этой серии мы попробуем использовать кочевник, который мне очень не нравится, в атаке. Пойдем все-таки на базу наемников, потому что здесь висит авианосная группа еще. Возможно, у нее есть свое сопровождение. Ну, то есть, короче, на базу флота лезть одним этим кораблем мне стремно. А тут нету ракет, поэтому тоже нам не помощник особо. Он, собственно, сюда летел за ракетами и топливом, а так как ракет не вырубил, то нечего тут делать. Куда нам его деть? Ну, пойдемте, вот это топливо заберем, вылезем отсюда, чтобы в городе не отсвечивать, а этим нападем наших. Хотя, конечно, скорее всего, авиагруппа вот это пришлет нам еще свои самолеты туда, но что делать? Делать нечего. Будем их сбивать как-нибудь. Подходим к шефу, у нас, конечно, передадут, но пофигу. Ну, тут немного противников. Попробуем сейчас их. Да, тут фиг там. А, нет, попал все-таки. Да уж. Нет, попал. Попадаю, но крайне редко. Хотя, вроде, одного уже загасил. Хотя, может, он не так уж и плох. Ну, вот как-то так. Хотя, я смотрю, башенка красненькая, но... Зато сразу... Ну, с этой строки что-то три маленьких корабля. Так что, не офигеть, какая заслуга. Если бы он один вынес там петак кораблей, тогда бы, да, просто гладиатор выносил сколько у меня. Три корабля ударных групп или четыре даже, уже не помню. Что мы будем забирать? Вымпел полтора, хода, боеприпасы, наверное, надо брать. Чтобы ничего не ёкнуло. Ой, выжившие. Ой, блин. Нафиг их. Берем боеприпасы. Берем защиту экипажа. Выйтал. И топливо. Как-то так. 600 топлива. Нормальный захват. С учетом того, сколько он жрет. Посмотрим, насколько мы словили урона еще. М-17 шов. Ну, не так уж много. Я думал, будет прям... Вот эта штука дороже ремонтироваться. Но нет. Ладно, значит, тут нам что? Нам нужны ракеты «Зенит». Которых тут снова нету. Нифига. Выйдем на карту. Посмотрим, передал. Да, у нас передал. Значит, сидеть тут мы не будем ремонтироваться. Топливо нам позволяет отсюда сдернуть дальше. Можно пойти напасть на Альму. Зачистить Альму. Выйти отсидеться. А потом в Альму загнать все вот эти. Там куча ремонта. Тут куча ремонта. Сидеть там ремонтироваться всей толпой. Пока нас не сдадут. Но к тому моменту, когда нас сдадут, у нас уже будет полностью все восстановлено. Единственное, еще можно посмотреть, что тут за корабли отсвечивают. Топливо сейчас заберем. Немножко радиовзрывателей возьмем. Ну, забираем тогда топ. А, наступлю в 100%. Как так получилось? Тогда надо зайти продать излишки. Все. И валим сразу отсюда. Урона немного. Так что, можно идти на Альму. Блин, но потом полностью его заправлять. Ох, ох, ох. Ну ладно, угоним его. Вон туда он все равно не догонит никого. Здесь разберемся. Потом посмотрим, может какие-нибудь караваны подползут. Чего не захватим. Полетели. Хотя можно зайти в голубогаз, взять топливо. Хотя пофигу. До туда дотянем, там заправимся. Главное, чтобы было на что. Гладиатор собрал. Все. Даже не все собрал. Куда его ты идешь теперь? Все-таки этот арк мне тут очень не нравится. Напасть, что ли, на арк? Одним этим. Ракетчик бы. А вот у этих нет парней ракетчик случайно? Это тоже. Ничего, ничего нельзя посмотреть. Ладно, полетим в Альму. Всех починим. Потом нападем на арк, может быть, всей толпой. Хотя всю эту толпу везти туда будет дороговато. Ну ладно, сначала тогда вот этих на ремонт. Потом закануло им пойдем опять. Ну передал, да, передал. Ну вот, кстати, ха-ха-ха. Вот сейчас и посмотрим, насколько кочевник нормальный. Потому что в тот-то раз он, что там, трех корвет? Трех... Три корвета разнес, да? Так себе достижение. А вот тут вот три гладиатора. Причем один РСЗОшный. Вот тут уже придется повыделаться. Такс. Летели ракеты. Так, а будто я СИЗОшный обнаружил. Мимо, мимо. Пякс. Вообще не пробивает эта сто восьмидесятка. Ой-ой-ой, чуть я увлекся снижением. Это первый генератор изнесли нам. Давайте снизу попробуем их подубасить. Там, где они, брони поменьше. Да-да-да, попадай. Да, зараза, окружают вовсю и дубасик. На тебе поднищу. И вы куда-нибудь в уголок бы прижаться. Чтобы они так... О, хорошо по-своему прилетело. Но не очень хорошо. Потому что пожар. Ух ты. А что такое рвануло? Ничего себе, что-то рвануло. О, фига себе. Реак. Просили в комментариях не удалять проигрыши. Поэтому еще раз пойдем сюда же. Не буду я удалять это все дело. Ну, непросто. Уже непросто. Против трех гладиаторов. Еще и попасть непросто. Если со 180... Так, опять же, СЗО-шка, что ли, внизу, да? Сверху еще ракеты и снаряды со всех сторон. И отбили мне радар, гады. Так, я вот смотрю по правому вот экрану. Вообще нифига особо не пробивает 180. Десятка. И разворачиваться не успела я, чтобы все отбивать. А он целится снова. И снова разнесли генератор. Да, хорош ты. Хорош. Ай-ай-ай-ай. Однако странно вообще я все это делал. Потому что когда... Вышел вот этот вот патч 13-й, То мои бронированные гладиаторы стали пробивать на раз-два. Я тут как бы тоже пытаюсь против гладиаторов воевать. И вообще нифига не выходит. И вот его снова уничтожили. То есть я к чему? Что мои гладиаторы наглухо пробивались. Броня, которая у моих была. А эти почему-то совсем не хотят пробиваться. Что-то там зажигательных 5. Проблемах 25. 13 бронебойных. Ну, ну вот так попробуем. Бронебойные и зажигательные зарядим. Поближе сейчас. Хорош по своему. Нормально, почти все попали. Только, по-моему, пофигу абсолютно. И мне тоже попало. Вообще без разницы, да, ему? А, нет. Ну, конечно, 1-го снесли. Ему на замену еще кто-то придет. Да, вон. Уже крадется. Да, что такое? Еще что-то. Он тоже СИЗОшный. Е-мое, два СИЗОшника. Да сводистый. О, одного достали. Да, попадай, попадай. Ну, вернется. Что-то горит, нет? Вот краешем вроде продумасили. О! Нам нечто же генератор. Есть. Занестили. Остался последний. Созвучка. Рож. И в этот раз тоже отбился неплохо. Давай-давай. Ну, ладно. Не с первой попытки. И потерял народу. Я не буду переигрывать. Хорош нафиг. Но, тем не менее, три гладиатора разгасил. И еще какую-то мелкую фигню. РСЗОшную. Так что, может и неплохо. Две тысячи. Четыре тысячи. Топливом. Заберу топливо. Чтобы не ёкнуло. Боеприпасы. Топливом. Четыре тысячи. Две четыреста. Двуху. И вот эту двуху все. Да. Ну что ж, неплохой улов, мне кажется. Че там все пищит-то? Этот что ли опять? Так. Да. Сенсей Ди. Давно его не было. Текс. Посмотрим на урон. В принципе. А что на него смотреть? Если мы сейчас на нас не передали, то мы сейчас тут приземлимся и все. А нам снесли эту штукенцию. Да. И мы ее теперь не поставим. 110 часов ремонта. Вот такие дела. АРЛС-Кэтт стоил 10к. Так что теперь мы будем без РЛС-К. 100 часов ремонта. Ладно. Сейчас тогда проверяем. Передали, не передали? Нет, нас даже не передали. Ну и все тогда. И топливо нормально хапнули. Сейчас тогда везем все свои крупные корабли сюда. Все ставим на ремонт. Потому что сейчас тут тоже все потрепанное. Ракеты у вас есть? Нету. Очень жаль. Ладно, все равно сейчас объединим. Вот это все... Вот это все отдадим туда. А может я не хочу туда. Этот же тоже у нас ракетный друг. Кстати, надо было по авиагруппе долбануть. Посмотрели бы, что там у них заодно. А можно сейчас, наверное, долбануть, да? Ну-ка. Нет, уже нельзя. Вот оттуда можно было. Из Шеха можно было еще ударить. Прощелкал этот момент. Ну ладно, значит что? Мы сейчас собираем всю толпу. Вот как бы посмотреть, что у них в трюмах. Потому что ему тоже нужны ракеты. Если я сейчас всех объединю, это все улетит на Севастополь. То есть он останется у меня и без запчастей, которые у него тут с собой. На всякий случай, да? Но самолеты мне не нужны. Например. Но как бы все остальное... Но я не смогу сначала этот починить, потом пригнать тем. Моя столько времени не будет. Мне по-любому надо все это собирать. Ладно, тогда тащим этих сюда. 5 часов. Этого сажаем. Что-то дохленько. Начали торможение. Тормозишь, нет? Я кнопку-то держу. А, все, да. Он пытается. Что-то дохленько на самом деле. Да, давай, вон. Хотя бы 2 по 116. Все, воткнулся. Хорошо. Начинаем ремонт. 30 часов. Или продать вон нафиг. Хотя с этим он справился с гладиаторами. Может, он не так уж и плохо. Даже не знаю. Напиши в комментариях. Продавать его или все-таки оставить. Вроде так-то он берет города. Гладиаторы будут ловить тогда караваны. А это будет брать города. Штука. Если на нее еще ракеты поставить, то вообще она будет справляться. Ладно, ее ремонтируем пока что. Время есть. Чуть лапка не упала одна. Наряемся, подтягиваем остальных парней. Сажаем их тоже на ремонт. Есть. Так, снова смотрим, что у нас тут. Севастополь. Он влезет хоть вообще. О, Севастополь куча зенитов еще. Так, а мы тоже рвы с отбили. Походу, да. 170 часов ремонта. А я не так это себе представлял. Ведь. У того-то 27. И тут еще жесть какая-то. Да уж. А ладно, делаем что тогда. Отмену. Ждем пока тот залечится. А потом попробуем подлечить кого-то из этих. Кстати, как второй-то себя чувствует? 48 часов тоже. А, ну, кстати, 4 ракеты зенит есть. Мы их можем сейчас прикрутить. Ну, вот, кстати, много всякой ненужной фигни. 57, 37. Написали в комментариях, поменять одну на другую. Оставить 37, что ли. Поплотнее она идет. Кстати, она и подороже. Шестиствольная 37, да. А тут спаренная. Поэтому она поплотнее и идет. Огневая мощь. Понятно, что там пониже, но от ракет от самолетов половчее. Ну, вот, 37 тысяч уже нормально подняли. И еще куча ракет есть. Так, ладно, это тогда не будем мчинить, чтобы зенита не тратить. Ну, где-то 20 часов еще тоже. Ну, может быть, им, кстати, продать совсем. Пока ждем тот. А скрытый город... Скрытый город далеко. Блин, ну сколько времени ремонтироваться нам не дадут. Это по-любому. Ну, нужно этой оравой напасть на Арк. Хотя может нафиг Арк пойти напасть на Шинар. Там тоже авиагруппу выбить ее. Ну, может, ну там не такая уж и сильная. У нас тут где-то был внизу авианосец. Кстати, еще не посетили один скрытый город. Так. Теперь, когда денег дофига, можно вытаскивать авианосец. Что там отсвечивает? Транспорт Сокол. Мы его уже там давно нету. Понятно. Потащим наверх авианосец. В ИСУ, наверное, для начала зайдем. Тут будет ближе до Гезрама, чтобы взять топливо дешевого. Потом Магор. Потом сокрытый народ. И тут, наверное, и остановимся. Полетели. Хотя вот можно топливо забрать еще. Или это опять не там. И вообще-то тут. Пойдем в РБИ тогда сначала. Заберем топливом. У меня нормальная же волна. Она с РТРом? Да, она с РТРом. Обнаружил сразу. Так, сигнал радара снизу на 240. Где-то там кто-то. Летим. 270. Он вот тут, что ли, идет? Он что, за нами, что ли, летит? Забираем топливо. Так, а давай-ка сразу посмотрим. Ударную группу. Показал, но не то. Дон. В ВАРК идет. Пусть идет. Так, а это опять отсвечивает вон там. А я туда так и не заглянул. Все, забрали топливо, изорбили. Уходим в БСУ. Заправимся там. Ой-ой-ой. Внезапно поймали транспорт. Так. Как мне теперь уничтожить этих... Мне бы сейчас очень пригодился транспорт, но я не представляю, как его загасить с помощью авианосца. Не сюда, нет, мне не транспорт. Дебила кусок. Он начал бомбить транспорт. И врезался. Че ты делаешь ты, дебила кусок? Какая-то чушь. Вообще натуральная. Мне тут отбиваться нечем. Нечень тушить. Генератор уничтожен. Стрелять нечем. Так, ну я попробую еще раз, конечно. Но это... Это фигня полная. Сколько есть? 38. У него пушек-то нету. Блин, обломно. Забрать бы... Очень отстойно, что самолеты тупят и не в ту сторону летят. Все промазали. Тут нет, горит. Запинали, да, вроде. Нет, еще не запинали. Но он горит, все. Последний. Уход, уход, уход. Ой-ой-ой. Со всех сторон не удалось уйти. И вот самолеты тупорылые. А, вот. Вот сейчас они нормально работают. Хотя нет. Опять нападают на транспорт. Очень жаль. Давай-давай, гаси его самолет. Ну, попал под свой огонь. Отлично. Нет, конечно, битва такая потешная. Уходи, уходи, уходи от СИЗО. Ай. Не ушел. Ну, половину ушел. Не понял, самолеты позабивали, что ли, уже? Нет, вон они летают. И не туда они летают. Ой, блин, еще на меня блоки упали. Все, уничтожен. Так, ну ладно. С одним справились. Можно попытаться и со вторым справиться. Отказываться. Такой халявы не стоит. Явно отбили, конечно, что самолеты кретинские не управляются по-человечески. Я даже сейчас не вижу, кого-нибудь там бомбят. Так, все, нижний горит. Он догорит сам. Вот этого надо гасить теперь. У нас зажигательное как раз. Ой, блин. Катерин двигатель. Очень жаль. Давай, давай, гаси его. Что-то нижний, я так смотрю, не стал. А, догорел. Горел, это сказать, не стал догорать. Ё-моё. Да давайте уже. Уходим, уходим, уходим. Не хватает маневра. Пытается он целиться. И снова мои самолеты долбят транспорт. И снова долбят транспорт, придурки. Да блин, чужие не попадут никак. Собака. Ай-яй-яй-яй-яй. Все собрал, да? Да, генератор снесли. И пожар не могу больше потушить. И самолеты все уничтожены. Ой, блин. Засмотрелся и долбанулся об землю. Такая печаль. На самом деле тут, даже если победить, то, скорее всего, нерентабельно у нас сколько там? Порядка шести самолетов по две штуки, да? Два по две пятьсот и четыре по две. То есть, на 14 тысяч самолетов. И они все вот к тому моменту, когда стоит сын корабль, уже уничтожены. Так что, надо бы, конечно, отступить. Но мы этого все равно не прижмем ничем. Он уйдет. А нам надо заправляться, а он нас передаст. Блин, да уж. Хоть бы какая-нибудь молния была стремная. И то бы уже хорошо было бы. Так, ну это мы навешали чуть-чуть. Набираем высоту. Включили ракетой. Эх, не успел. Еще одну ракету сломил. Так, тот догорел. Этот загорелся. Самолеты кончились, да? О, все, уничтожен. Вот это удача. Да не стреляйте по транспорту кусок. Кусок кретина. Сколько остался самолетов? Вот в чем вопрос. 15500, да? Ну... Не так уж и плохо. Потому что, даже если бы все потеряли, то окупилось бы это мероприятие. Защита экипажа и выньту еще, да? За полтора фу. Опа. Выньту успел. Выжившие. Успел. Топливо. Успел. Хорошо. Давай смотреть, сколько осталось самолетов. Четыре, да? Значит, потерял всего два. Блин, и ногу потерял. Я-мое, тут ремонтироваться нечем. Тут нет запчастей. Ну, продаем бинтел тогда, что же делать? Заправляемся и летим. Движки на месте. Движки на месте. Уже неплохо. Сколько тут? 19 часов. Ну, тут 19 часов только потому, что запчастей нет. Ну, я не буду здесь только висеть. Потому что... Так, вы смотрите, полностью. Все полное, отлично. Тогда еще меньше надо было здесь висеть. Хорошо, дальше идем в Гизрам. Дальше идем в Гизрам. Так. Сейчас пять часов тогда дремонтируемся. Просто кто-то где-то шарился. Мне вот это не очень нравится. Все, тем более стало опасно. Все, уходим в Гизрам. Я надеюсь, больше никакой транспорт мы не догоним. Это, конечно, приятно. 55 штук иметь на кармане. Вот. Потому что можно теперь маневрировать сколько угодно. ремонтировать сколько угодно. Но такая битва нервная. Потому что самолеты, конечно, без указания цели ведут себя как хотят. Только это не очень-то. Кстати, там сверху-то... А, ну вот заканчивается как раз ремонт. 1,6 часа. Задумал, сейчас прощелкал там все время. 2,2. Ну, как раз сейчас. Да, ремонтировали. И сейчас еще прикрутим ракеты на вот этого парня. Потому что с ракетами он будет еще круче. Что творится? А, понятно, что творится. Сохранился кривой этот самый, как он называется, проект кривой. Все, ракеты готовы. Кстати, там такие ракеты-то не воткнут случайно. Воткнут случайно. Снимаем ядерки. Возвращаем то, что было у нас тут. Где оно есть-то? Наводится на радар. Ну вот, вот это неплохо должно быть. Этим не промажешь. Только это не оно. Наводится на радар вот это. А все еще тогда есть. Вот. Наводится на радар. А там я подсильный ватком. И можно по авиагруппе сдавить ими. Четыре часа. Зенитов полно. Всего полно. Ну, я думаю, еще сервит он повоюет. При таком раскладе. Ну, опять надо сохранить кривой проект. Мало у меня кривых проектов. Далетели до гейзрама. Заправляемся. Так, хаба припасов нету. Анационные бомбы можно взять некоторое количество авиаракет. Всего прикупили. Дальше идем в Магор. Потом в сокрытый город. И там пересидим. Эти пока сейчас восстановятся. Тоже, может быть, перейдем. Блин, а тут уже красные на самом деле. Только сейчас я заметил. То есть те два я не успел доремонтировать. Очень жаль. Очень жаль. Ладно. В следующий раз тогда будем решать, что с этим всем делать. Подписывайся на канал, нажимай колокольчик, чтобы не пропустить. Пиши комментарии, ставь лайки. Подпишись на канал. Спасибо за просмотр. И пока.